Людмила, очищаюсь физическим дыханием, без фанатизма, конечно, много знаю, но без психосоматики никуда. Удачи вам! Психосоматика, психосоматика, сома тела, психа душа. Значит, наши мысли, эмоции, настроения, это психа. Воздействует на нашу сому тела. В основном механизм такой. Это спазм. То есть в результате какого-то потрясения эмоционального, допустим, нас оскорбили, мы думаем, ух, сейчас как бы дал тебе. Невольно напрягаются мышцы. Так вот это невольно и мы в голове эти крутим, крутим невольно это напряжение. Передается не только на мышцы, но и на сосуды. И если это все часто делается, у нас возникает гипертония. Сосуды не могут расшириться. То есть вот вам пример. Поэтому, поэтому это очень хорошо. Дыхание различное. Дыхание, значит, я так понял, здесь в основном используется либо по бутейкам, ну это затаивание дыхания, либо по стрельнику, либо, что интересно, это очищение полевой формы жизни или холотропное дыхание. Там, ну, каждый, знаете, вот дыхание взял, быстро дыхание. Один назвал это холотропным, другой я назвал это очищение полевой формы жизни, третий там, еще там как-нибудь назвал и так далее. У каждого свое дыхание. Главное разобраться в механизме дыхания и его применять. Оно действительно воздействует, потому что каждая пережитая эмоции оставляет в нашем организме след. Свой энергетический след, любая мысль, любая эмоция, это же усток энергии, которая имеет свой объем, которая имеет силу, которая внутри там, да, и время своего существования. Только вот это все тут где-то стоит у нас в организме. И у нас объем, большой объем нашего организма, в котором ведутся эти процессы, а там вот эти раковины стоят. И они стоят, грубо говоря, в районе там поджелудочной железы и отрывают ее от общей работы нашего организма. То есть от общей циркуляции вот этой вот энергетической, которая вот как вот аура или еще там. И все, и у вас получается вот вроде как поджелудочная железа там сдает или еще чего-нибудь. А как только вы продышитесь, вот это выведите, этот кул, нормально. Я думаю, что большинство случаев с пониженным давлением, вот у человека, когда пониженное давление, это, я думаю, что часть энергии его, общей жизненной энергии, энергии его поля связаны какой-то раковиной. Ему надо продышаться, продышаться, чтобы вот эта раковина лопнула и вышла, освободилась, и тогда нормально будет. А что-то, что-то связывает огромную часть вашей жизненной энергии, и в результате человек не гипертоник, чтобы повышенное давление, а гипотоник. У него мало сил, мало энергии. Что-то его связало. И обнаружит вот это что-то. Очень хорошо, с помощью дыхания, очищающего полевую форму жизни. Я его подробно расписал, в основах здоровья, 9 книг я его вставил. Так что можете заказать. Как я говорю, я высылаю бесплатно. И получить, прочитать, использовать. Кстати, хочу я сделать еще заявление. У меня Малахов.Про канал на Ютубе. Я здесь ничего не продаю. И у меня сайт Малахов.Про, где будут выложены газеты, мои книги, мои сети, труды и так далее, статьи, на котором я тоже ничего не продаю. Если, значит, моя физиономия висит на каком-то канале, и говорится, что это официальный сайт от меня и так далее, это не мой сайт. Это под меня сделали сайт. Поэтому я ничего не продаю, чтобы вы знали. Это не мое. Мои два. Малахов.Про канал. Малахов.Про на Ютубе. Малахов.Про сайт.